Добрый день! Здесь в начале октября был день рождения Пети Листермана, знаменитого торговца Махнатым Золотом. Персонаж такой даже был в фильме Кончаловского, Петя Пётр, в фильме Глянец. Но песня совсем не о Кончаловском, о Листермане. Вспомнил, что лет 10 назад продюсеры мои приглашали его в студию программы Правда 24 на канал Москва 24. Отрывчик сейчас здесь оставлю по этому поводу. Так давайте все-таки вернемся к девушкам. Насколько девушки изменились, в какую сторону? Девушки про 80-е, я понял, прокатил на трамвае, рассказал анекдот, угостил портвейным, она твоя. Хорошо, согласен. Потом были 90-е. Когда я жил в Париже, тут застали приезжать модели, их там было 20, 30, 40, 50 девушек. Красавец русский, которая приезжает в Париж, она красивая, но она лох деревенский. А через год-два-три у нее появляется обаяние, парижское обаяние. Вот все эти здания, архитектура, красивый разговор, цветы. Ну вот эти, Мерси Мадам, Сильвупле, вот вся вот эта красота, делает из нее обаятельную, красивую русскую девушку. И в это время, 90-е годы, Париж весь горел вечером, иллюминация. А в Москву приезжаешь, Москва была черный, темный город. Восемь вечера все выключали освещение, 90-е годы. Хорошо. Ну, по-разному бывает. По-разному бывает, да? Я жил этих девушек, но слушай, что с ними происходило. Она выходит замуж, делает французский паспорт, путешествует по всему миру. А потом она мне говорит, слушай, я все равно хочу русского мужика. Да. Все равно хочу русского. Вот так вот. Да, и как раз стали приезжать олигархи русские. И мне стало очень удобно, короче. А почему они, с твоей точки зрения, хотят русского? Вот они захотели. Потому что культурологический какой-то... Нет, потому что душевно поболтать, поговорить можно только с русским. Да? Да. Вот так они мне говорили, девушки. И мне пришлось их знакомить как раз вот с олигархами, с русскими. То есть они бросали своих французских мужей для того, чтобы найти русских олигархов. Да, они все разводились. И не по материальному какому-то стимулу, а по душевному. Да, вот по душевному, но еще когда у мужика еще куча денег, вообще хорошо. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.